About на Etsy. Как и где добавить в Etsy-магазине About про ваш магазин, большой текст, фотографии и видео. Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Речь идет об этой, скажем так, листалочке и об этом большом-большом тексте, который есть у вас, а может быть, пока нет в Etsy-магазине. Друзья, вы заходите в свой ShopManager. Смотрите, ShopManager, и вам в ShopManager всегда показывают сразу Dashboard за текущий период. Если у вас Today поставлено, то Today вам нужно закрепиться и спуститься в самый-самый низ. Я, получается, ползунком спустилась до самого низа. И здесь вы увидите такой оранжевый квадратик, будет написано Etsy и название вашего Etsy-магазина. How to sell crafts, а у вас будет ваше название. Вот этот блок, эта ячейка помогает вам сделать редактирование в Etsy-магазине и добавить не только About, а все что угодно на главную страницу Etsy-магазина. Вы здесь нажимаете или здесь карандашик нажимаете, или открываете «Открыть в новой вкладке». Получается, если вы здесь нажмете «Карандашик», то вам будет открыта вот такая опция. И вы в ней листаете до самого низа. Если вы решили открыть ссылку в новой вкладке и оставить открытым ShopManager, то здесь вам нужно найти у меня слева «Edit Shop», редактировать магазин, и вам будет показана та же, та же самая опция, что вы бы нажали карандашик и из ShopManager прямо. Ваша задача какая? Спуститься практически до средины или в самый низ. Смотрите, вы секции магазина листаете, ваши листинги листаете, спускаетесь, спускаетесь ниже. У вас будет, естественно, вот этих всех блоков меньше. Вы пока свой Etsy-магазин не заполняли. Ваша задача слева, вот здесь «Announcement», мы листаем вот слева, будет вроде бы такой столбик, там где свободно, отзывы, updates, а ваша задача найти глазами слово «About». Вот когда вы «About» найдете, вот чуть ниже, сразу под опцией «Видео», у вас, наверное, будет написано «Добавить видео», а у меня уже заполнены фото. Фото, кстати, 760 на 468 рекомендуют Etsy. У меня «Edit» и «Карандашик». Фактически, если вы что-то новое на Etsy добавляете, вам нужно найти «Edit» и «Карандашик», и тогда вы сможете эту опцию или отредактировать, или добавить заново. У вас, может, вместо слова «Edit» будет слово «Add» и добавить какую-то новую информацию. Итак, вы листаете ячейки, где можно добавить фото, и сразу под фото ячейками будет опция «Как добавить заголовок в «About». Смотрите, я вот выделила, как начала вроде бы работать с этим, и появилась вот такая голубая, голубая такая выделенная ячеечка, вот такая, отчерченная, что мы с «About» с вами работаем. Вы здесь нажимаете либо на «Add» и «Карандашик», либо «Edit» и «Карандашик», если у вас это есть, и начинайте добавлять заголовок. Сюда входит одно предложение. А потом, чтобы добавить вот тот большой текст, у вас сразу же под этим заголовком должно быть либо «Add» и еще один «Карандашик», добавьте свой текст, либо «Edit» и добавьте свой текст. У меня текст на самом деле большой. Он состоит сейчас из английского и в концептах на русском языке. Но если вы продаете за границу, и ваша целевая аудитория на 100% англоязычная, пожалуйста, добавляйте весь текст на английском языке. У вас должен быть текст насыщен ключевыми словами на английском языке. Главными ключевыми словами «Edit» и «Магазин». Итак, как у меня сейчас это выглядит? Получается, у меня концовка текста. Текст просто очень большой не буду листать. Вот у меня концовка текста. Я текст добавила, и мне нужно нажать на кнопочку «Save». Вот это «Сохранить». Получается, когда вы это все добавляете, и смотрим с вами внизу, это получается «About» такой большой-большой. Но отдельно еще после того, как вы сохраните «Save», вот здесь уже нет сохранения. Получается, текст вы сохранили, и у вас должен сохраниться вот этот текст на главной странице. На всякий случай обязательно перепроверьте. Когда только добавите текст в свои фотографии, зайдите в свой текст, как покупатель. Проверьте, пролистайте, просмотрите, пожалуйста, как у вас добавился текст. Когда добавляете, старайтесь делать пробелы между абзацами. Их легче читать, потому что, когда слепливается все автоматически, один раз вы добавляете, то оно неудобно читать, людям тоже неудобно. И еще один момент, который я хочу вам указать. Зачем мы добавляем вот эти все фотографии? Зачем мы добавляем этот текст в «About»? Первое – фотографии. Если вы мастер, создаете ручную работу, то фотографии должны быть в вас, в вас за работой. Не фото ваших товаров, а вы показываете людям, потенциальным покупателям, что делаете это вы, а не покупаете, как другие продавцы, например, на том же «Ebay», «Amazon», где-то в Китае, в Индии, в Индонезии, и продаете чужие товары. Получается фото, и с помощью текста вы показываете, что вы делаете ручную работу, что это ваш бизнес, что это хендмейт, что это ручная работа. Для многих людей, для многих продавцов на Etsy, вернее, покупателей на Etsy, это очень важно. Они приходят сюда за уникальными товарами, за персонализированными, под заказ. Поэтому крайне важно показать людям, что вы делаете, чем вы занимаетесь, чем вы помогаете людям. Номер два. About. Что нам дает? Обратите внимание, здесь очень большая опция по тексту. Она огромна. И когда вы заполняете полностью всю опцию, пишете достаточно большой, качественный, уникальный текст, он помогает вашему Etsy-магазину продвигаться, потому что вы большой текст можете органично насытить главными ключевыми запросами, по которым вы хотите продвигать свой интернет-магазин, по которым вы хотите, чтобы Google, Etsy и другие поисковики показывали вас, вашим потенциальным клиентам. Поэтому ваша задача обязательно проработать эти опции в Etsy-магазине. Друзья, если вам что-то непонятно, неясно, задавайте ваши вопросы под видео. Не забудьте, если вам нужна помощь, загляните в мой Etsy-магазин. А если вы сами добавляете, помните, что получается, вам надо зайти в шоп-менеджер, в шоп-менеджере, спуститься в Etsy, название вашего интернет-магазина, нажать на ячеечку, карандашик, редактировать. Потом, когда вы зайдете в свой Etsy-магазин, спуститься до самого пролета, где слева в ячейке будет написано About. Получается, эта ячейка идет после ваших листингов, аннаунсмента. About идет ниже-ниже, после отзывов, updates, и появляется About. Под сам текст, сам сначала идет заголовок, потом сам текст идет под видео и под фотографиями. Вам нужно нажать карандашик, Edit либо Edit редактировать, и вам после этого всего, когда вы добавляете текст, вам нужно нажать кнопочку Save, сохранить. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте. С вами была Прохоровская Светлана. Я вам желаю удачи и успеха на Etsy. Я вам желаю удачи и успеха в продаже к заграницу. И еще, еще немножечко, буквально чуть-чуть добавлю в самом конце. Обратите внимание, когда вы листаете свой Etsy-магазин, там updates, у вас появятся отзывы со временем, у вас появятся опции, много листингов всевозможных будете. Получается, Etsy Marketplace позаботился настолько хорошо над настройками этого интернет-магазина, что когда вы посмотрите каждый блок, что отзывы, что updates, что листинги, вы видите, что каждая вот такая ячейка текстовая насыщена ключевыми словами. И социальные, например, сети тоже идут в поддержку вашего интернет-магазина с помощью ключевых слов, ключевых запросов. Поэтому ваша задача, когда вы начинаете работать с Etsy-магазином, не забудьте заполнить полностью вашу главную страницу. Она тоже помогает, она тоже участвует в продвижении вашего интернет-магазина. А теперь пока. До встречи в следующих видео. С вами была Прохоровская Светлана. Удачи вам во всем!